Достаточно активно мы задаем свои вопросы. Мы уже в середине июля от числа жителей и от предпринимателей уже задавались свои вопросы. Очевидный вопрос в том, что здесь нет связующего. В большом городе, там где находится, поставлена именно ваша же компания, раздельный сбор учета и находится одна из больших, так сказать, свалок, нет человека и команды, которого оперативно принимало решение. Это идет дистанционно, с затяжкой по времени, с дикими нарушениями. И, конечно же, люди не хотят нарушать закон, о котором идет речь, но всеми действиями или бездействиями вы фактически подталкиваете их на нарушение закона, которое будет подразумеваться именно с 1 января. В основном в Балако законопослушные и предприниматели, и компании, которые занимаются в том числе и вывозом, и подставили вам плечо, начиная с 12 августа. Это первое. Второе. Мы даже социальной сферы также не можем добиться, где у нас закрытая территория, закрытые контейнера фактического заключения договоров по фактическому вывозу отходов. Обратной связи нет тоже никакой. Мы уже письма направляли, и какие только разговоры не производили, но действий, к сожалению, не происходит. Юль Павловна, обращаясь к вам, обращаясь ко всем руководителям, к Андрею Михайловичу. Пожалуйста, организуйте офис, принимающий решения на территории города Балакова, потому что мы в Новый год уйдем опять с кучей нерешенных вопросов. Если уже большие компании в виде оранжа и ленты не в состоянии добиться заключения договоров, что же тогда говорить о малом и среднем бизнесе, который просто не может достучаться? Одни и те же самые вопросы. Ну просто одни и те же самые вопросы. Это чисто организационные вещи. Наймите компетентных людей на короткий промежуток времени, в которых будет право принимать договора, делать какие-то корректировки соглашения и подписывать, и отдавать их в базовом варианте. Просто просим вас. Александр Александрович, я полный вам благодарный. Разделяем вашу позицию. На сегодняшний день те заявки, которые поданы, а это 326 штук, из них 320 договоров готовы. Все остальные добросовестные еще пока не заявились. Просто даже не заявились, коллеги. С теми 300 организациями не заключены договора. Мы сейчас уже говорим об этом. Понимаете, приезжаем, мы проводим массу встреч, но после встреч, после заданных вопросов, о чем сказал в самом начале Роман Сергеевич, ничего не происходит по заданным вопросам. Понимаете? Ну хотя бы те вопросы, которые вот задавались, их сразу снять по ленте, по оранжу, и потом по аналогии идти по всем остальным предпринимателям. Ну все очевидно же. Ну вот, к сожалению, я сегодня конструктивных вопросов, как бы я их мало вижу сегодня. Да, вот эти по нормативам мы ответили. Конструктивные ответы. Коллеги, я попрошу минутку внимания еще. Хочу снова предоставить прокурору города Балакова, Свердлову Дмитрию Валентиновичу. Сейчас давайте по очереди. Сейчас Дмитрий Валентинович скажет, после этого вернемся обратно к вопросу. Секунду, можно внимание? Пожалуйста. Безпожали, коллеги. Вопросы почти все задают одни и те же. Все мы видим, что они связаны с тем, о чем говорил Александр Александрович, это с ненадлежащей организацией работы здесь и с населением, и с предпринимателем. И здесь отрицать, я думаю, нечего. Значит, я первое хочу сказать. В соответствии с приказом генерального прокурора, у нас отдельно выделено направление, это профильное сегодня и одно из основных, надзор за соблюдением прав предпринимателей. Поэтому у меня просьба к вам ко всем. Все вопросы, которые касаются не вывоза мусора, не надлежащих оформления договоров, документов и так далее, вы можете адресовать и к нам. Мы, как досудебная инстанция, все эти вопросы проверим и не просто дадим разъяснение, а там, где можем, отреагируем. Мы дважды встречались с руководителем, значит, с директором регионального оператора. Дважды вручали ему предостережение по факту нарушений, которые мы видели. Ну, точнее, предостережение, оно вручается не в связи с нарушениями, а в связи с тем, что мы видим, что они могут быть. Сегодня мы выслушали вас. Конечно, эти сведения еще аккумулирует и прокурор области непосредственно у себя. Мы здесь не просто так находимся, поскольку региональный оператор, вы видите, юридически находится у нас в городе Саратове, и все меры реагирования фактически будут готовиться там. Мы, в том числе, эти аккумулируемые недостатки, которые мы видим, направляем туда, в прокуратуру области. На сегодняшний день эта реакция уже есть. На сегодняшний день мы, я думаю, что если у нас на территории города, я и говорю именно про город, будут выявляться факты, ненадлежащие работы, которые будут влечь нарушение экологического законодательства, мы знаем, что за это есть уголовная ответственность. Поэтому мы будем уже ориентироваться на то, чтобы ставить вопрос об уголовной ответственности тех, я не говорю, что это может быть региональный оператор, я не знаю, с кем вы там заключаете, будете договора, кто-то другой по ненадлежащим образом будет осуществлять вывоз, хотя у нас есть законодательство, мы сейчас уже об этом говорили, и закон один для всех. Мы будем реагировать впрочем уголовного преследования. Продолжение следует...